Дорогие друзья, всем большой привет! С вами канал Супер Отпуск! На даче! Всем привет, ребят! Паша, ты в курсе, что мы с тобой сорняк вырастили? Конечно! Уже прочитал. Уже прочитал? Сколько нам пишут всего интересного, поэтому спасибо! Кстати говоря, если бы не зрители, и если бы мы не показали это чудо-растение, которое выросло само в нашем парнике... Мы бы, наверное, даже и сневой плоды стали собирать. Но нет, у нас бы все взросло. Нет, я думаю, что вы бы, конечно, догадались, когда плодик появился, да, такой колючий, противный. В общем, друзья, оказывается, у нас вырос бешеный огурец. Ну, по-другому, правда, его еще называют вьюн, еще там много хмель, много, в общем, различных есть названий у этого растения. Но что нам надо сделать, так это срочно его искоренить. Ну, я, в принципе, представил, о чем речь идет. В детстве вспоминал, что такие где-то кругленькие они вырастают, зелененькие, правильно? Да. Кстати, смотрится довольно неплохо итальяна, но она очень и очень агрессивная. Кстати говоря, когда я в эту зиму делала ряд видео про озеленение вертикальное, как раз у меня было видео про те растения, которые я бы рекомендовала для вертикального озеленения. Там был девичий виноград, ну, по-моему, под вопросом я его поставила, потому что он тоже агрессивный. А вот хмель, я еще тоже сама говорила, ни в коем случае, друзья, но я никогда не видела, Паш, как этот хмель только начинает вырастать. То есть я видела его уже в огромном разросшемся таком виде, а вот когда он только появляется из земли, и действительно его первые листья, это прям огурец, да, не отличишь. Вот первые листочки, помнишь, как появились? Конечно, помню. Это прям был огурец. Я же тебе не дал, но ты хотела, кстати, его. Я хотела искоренить. А я говорю, нет. Да, Паша решил посмотреть, что вырастет. А я хотела, потому что я думаю, Паш, да неизвестно, что из этой земли вырастет. Он говорит, да нет, давай посмотрим, такой, так хорошо в рост идет. А кто-то, Паш, даже посмеялся, так здорово, мне понравился. Ух, он-то обалдел, его еще и подвязали. В общем, друзья, читали ваши комментарии и просто ухахатывались с Пашей. Пойдем, выкорчевываюсь. Говорят, у него еще и корневая мощная. Посмотрим, насколько там корневая разрослась, а то, может, еще лопату придется брать. А может, он уже плоды дал? Нет, плодов я еще пока не видела, и даже цветочков еще не было. Поэтому, друзья, вовремя вы нам написали, идем срочно удалять бешеный огурец. Вперед. Да, Паш, ты посмотри. Нормальный он здесь, смотри. Да он обрадовался, слушай, он счастлив. А ты смотри, как он лапы свои пустил. Да, он уже усы пустил. Обалдеет. Он уже из огурец пытается зацепить. Вот они уже и цветочки набухают. Или что это? Так мы вовремя все-таки. Все-таки мы вовремя. Так что вы правильно сделали, вовремя нам написали. Паш, ты что, огурцы смотришь? Я смотрю, огурчиков здесь нет еще. Огурчиков еще пока нет. Я смотрю, лапуфи-то какие большие. Ну, если бы мы выращивали на рассаду, огурцы бы уже были. У наших знакомых уже есть, но они на рассаду выращивали. Так, Паш, ну ладно, что там с бешеным огурцом-то? Давай покажем. Да смотри, что здесь он творит. Ты посмотри, как ему понравилась наша подвязка. Что он делает, он уже... Захочешь так специально, не обмотаешь. Смотри, что он. Давай, Паш, удаляй это милое создание. Вот так сначала его потихонечку отцепляем, да? В общем, ты с ним аккуратненько, да? Ну, конечно. Ну, давай, давай. Отцепляй этого товарища. И слушай, сейчас будем корень вытаскивать. А может его прям вот так? Ну, смотри, смотри, корневая-то какая. Ну-ка, стой, стой, стой. Нет, Паш, надо лопатой, а то сейчас корни останутся. Давай лопатой подцепим, Паш, не надо. А то, боюсь, корешки останутся и опять начнут давать. Ну, пошел за лопатой. Давайте, давайте. В общем, друзья, Паш пошел за лопатой. Да, товарищ-то агрессивный оказался. И вот я же действительно говорю, вроде листья, они похожи на огурец, но не огурец. И цвет листы похож. Вот с этим листочком что-то случилось, друзья, не знаю. Все остальные вроде нормальные огуречки. Помидорчики набирают цветы. Все в бутонах, но почему-то пока не расцветают. И у нас уже который день очень дождливая погода. Небольшой конденсат почему-то в парнике собирается, несмотря на то, что он стеклянный. Видите? Ну, надеюсь, что все-таки помидоры будут. А может, а может и не будут. Даже не знала, ребят, что ждать. Первый раз. Ну, еще раз говорю, цветочки-то есть, вот. Только почему-то они никак не распустятся. Вот цветочки, они вот кругом, я смотрю, набухли. В общем, посмотрим. Главное сейчас удалить этот огурец. О, Паш, у тебя саперская? Вот такая у меня. Такой саперский инструмент. Давай-давай. Потому что я думаю, что тут надо лопатой. Корневая там большая, чтобы его прям полностью искоренить. О! Так. Ну, вот так вот. Ну, вот и все. Огурец отжился. Ну, может, пусть повисит немножко. Нет, Паш, убери. Не хочу увидеть. Нисколько. Ты знаешь, нисколько мне его не жалко. Абсолютно. Потому что я знаю, как сильно он разрастается. И избавиться от него потом просто невозможно. Поэтому давайте уберем этого монстра от наших хороших, красивых огурчиков. Тут прям с веревкой приходится, да? Так его уже и не отмотаешь. Ну, так вот. Ну, собственно говоря, веревка уже не нужна. Давай. Ну, может, мы его куда-то за забор? Нет, Паш. В среде написали, что... Нет, нет, нет. Ты знаешь, он даже из-за забора. Он же выстреливает. Противным соседям. А, ты знаешь, мне кажется, ты захочешь соседям навредить, а тебе тоже навредишь. Потому что он выстреливает. У него огурцы разлетаются, и семена стреляют. И потом вот этот вот монстр окажется у тебя на участке. По этому, ребята, не вредите никому. Себе же дороже выйдет, да? С соседями надо жить дружно. Все, складываем. Отжился, товарищ. Тебе не повезло. Ну, вот такой маленький стал. Все. И, друзья мои, у меня к вам будет еще один вопрос. Так как с огурцом вы просто спасли, можно сказать, наш парник и весь наш участок от заселия этого безумного растения. Может, не надо спрашивать? А то нам придется все помидоры повыдергивать. Ну, Паша, я не думаю. Вот. Ну, вы знаете, что меня стало беспокоить? Что у некоторых помидоров, у некоторых кустов, не у всех, появился вот такой, как мне кажется, это второй стебель. Он пошел от корня у нас расти. Видите? И мне кажется, что он лишний. Мне почему-то думается, что его надо удалить. Но, друзья, не знаю. Вот не знаю, удалять его или нет. Напишите, что с этим делать. Если честно, я еще не смотрела никакие видео в Ютубе. Можно посмотреть там что-то из Ивановой науки. Да, там очень хорошо. Товарищ Иван рассказывает о том, что делать. Да, вообще с помидорами, с огурцами. Ну, вот что-то он мне совершенно не нравится. И мне кажется, что их вот надо как-то удалять. Хотя я смотрю, что они тоже готовятся к светению. На них тоже есть бутоны. Но, возможно, что у куста не хватит сил и на этот стебель, и на основной. Поэтому, вот, мне кажется, их надо удалить. Вот еще один вырос. В общем, друзья, напишите, что делать с этими стеблями. Мне почему-то кажется, что их надо удалять. Вот. И они в основном, я смотрю, вот у определенных сортов, которые у меня высокорослые появились. Потому что у низкорослых вроде как их нет. Паш, ну ты продолжаешь, я смотрю, наводить красоту. Ну, это теперь будет, я не знаю, наверное, постоянно. Вот такие вот штучки, видишь, нагнули. Хорошо-то всю кучу не видела. Сколько сделала. То есть их очень много. Ее не поднимешь, да. Покажи, как они у тебя будут смотреться, и как будут одеваться там. Сейчас я покажу. Маленький есть такой вот. Вот так он примерно. Вот так будет. Ну, в общем, ты планируешь, что все дерево у тебя как раз закроется. А заодно прижмется стекло, да? И стекло прижмется, да, чтобы... И вот так закроется дерево. Здесь пойдет так. Все. А здесь пойдет так. А здесь как-то вырезать будешь, да? Да, здесь, конечно, вырезается, вставляется. Ну, думаю, попозже вы все увидите. Друзья, у меня наконец-таки распустилась венгерская сирень. О которой, помните, я рассказывала в своем видео про сирень. Ну, у меня какой-то особый сорт. У него... Я вот говорила, что венгерская сирень не пахнет. И многие написали в комментариях, что я сказала немного неверную информацию, так как некоторые сорта венгерской сирени очень сильно пахнут. И вы знаете, друзья, я с вами соглашусь. Но сначала немножко про свое расскажу. Моя имеет очень тонкий-тонкий запах. Я не могу сказать, что она совсем не пахнет. Она пахнет, но очень нежно. Вот этот сорт, ну, по всей видимости, у меня какой-то гибрид. Я не знаю, вот, да, мне даже кто-то писал, да, есть венгерская сирень, которая пахнет слабо. Ну, вот, по всей видимости, у меня такой сорт попался. А не так давно я была в городе, и, вы знаете, видела целые красивые живые изгороди из венгерской сирени. Она невысокая. По всей видимости, ее хорошо и правильно стригут. И очень здорово цветет. Но, друзья мои, она жутко-жутко пахучая. Причем запах у нее действительно, знаете, такой, ну, не очень приятный. Как вот правильно кто-то написал, пахнет, как духи Красная Москва. Вот действительно что-то из этой серии. Вот такую сирень я недавно видела. Кисточки у нее намного меньше, чем у моей. У меня вот такая прям огромная кисть. Посмотрите, какая она большая. И такой тонкий нежный аромат имеет. Вот моя венгерская сирень. И цветет она у меня пока не очень сильно, так как вот вся сирень, она очень долго у нас идет к моменту цветения. Очень долго. Вот сирень, она очень хорошо и красиво цветет лишь на 10-й год после посадки. Поэтому вот с какой-то стороны ветви более старой, здесь у меня есть цветение. А вот с другой стороны там веточки еще не наросли. Там пока цветения нет. Но, может быть, кстати говоря, и рябина ее немножко затеняет и не дает образовываться, хорошо закладывается цветочным почкам. Надо немножечко над ней поработать. Вот, но в любом случае сирень расцвела, она красивая, она такая нежная. И вот у нее по одному цветоносу. Посмотрите, если у нашей традиционной обычной сирени у нее на конце два цветоноса, то здесь всего один. Но зато какой большой, посмотрите. И вот еще раз, друзья, говорю, что моя венгерская сирень не дает поросли. Вообще, я и читала, что венгерская сирень поросли не дает. За что она была мной куплена на участок. Но кто-то мне тоже написал, что нет, не все сорта, какие-то сорта венгерской сирени поросли все-таки дают. Но, видите, невозможно знать все, поэтому я очень рада, когда вы пишете под нашим видео свои комментарии и делаете какие-то свои заметки из личного опыта и пишете тоже очень много интересной информации. Поэтому комментарии крайне полезны. И у нас вот что-то так сильно раздождилось в Подмосковье, друзья. У нас какая-то прям вообще дождливая неделя. Сегодня какой день недели, Паш? Четверг, кажется? Пятница. Уже пятница. У нас с понедельника идут дожди, не прекращая, понимаете? То они какие-то были слабенькие, вроде солнце выглядывало и дожди были. А вот прям третий день, это просто небо в тучах и целый день дождь. Такой мелкий, но идет. Вчера вообще был сильный. И вот вы знаете, нет возможности обработать еще раз розы, надо бы пройтись, обработать еще раз от грибковых заболеваний. И, друзья, мало того, что от грибка надо розы обработать, но сейчас вот я жду, когда пройдут дожди, обязательно пройдусь по ним еще раз. Сейчас, да, с кором обработаю, еще чем-то посмотрю, может быть, какую-то баковую смесь наведу. И вот обратите внимание, друзья, еще раз говорю, в прошлом году уже показывала, вот я заметила уже на розах, но я успела их обработать до дождливой погоды. Вот видите такой рисунок беленький? Это вот цикадка у вас на розах. Там, если вы обернете обратную сторону листочка, ну вот у меня нет, потому что я обработала, то будут такие беленькие, как вам сказать, насекомые. Вот именно так выглядит цикадка, причем она несколько раз меняет свои одежды за период жизни. Она то темненькая, то беленькая. Но вот увидеть ее можно и понять, что эта цикадка поработала на розах вот по такому характерному рисунку. Листочек становится такой, знаете, с белыми прожилками, как будто вот кто-то его так красиво разукрасил. Да, даже вроде бы и смотрится красиво. На самом деле, друзья, это очень злостный у нас вредитель, который любит розы. Называется цикадка, поэтому обрабатывайте в срочном порядке. Я обработала, у меня искра была, развела искры, обработала, но мне удалось вот с этого кустика ее согнать. Больше пока нигде не наблюдала. И кое-где розы уже набрали огромные бутоны. Но, вы знаете, черная пятнистость все равно стала появляться, потому что дождливая погода. Пойдемте покажу. Ну и вот бутонов уже много на розе, но, к сожалению, дождливая погода и все-таки опять стала черная пятнистость проявляться. Но, знаете, черная пятнистость – это такое заболевание, от которого на 100% избавиться вообще невозможно. И как только вот прохладная такая погода начинается, дождливая, вот, пожалуйста, вот сразу. Вот сейчас жду пока, когда, вернее, пройдут дожди и обязательно проведу обработочку. Обязательно еще раз скор, еще раз хом, возможно. Но буду обрабатывать, друзья, что делать. Вот, кстати, смотрю, роза Остина пока держится. Здесь пока все в порядке, листочки все чистые. Вот, это Golden Celebration, очень красивая желтая роза. Вот, но пока здесь все в порядке. Хотя в том году она тоже у меня сильно болела, сбрасывала полностью листву. Ну, вот, очень хочется, чтобы уже прошли дожди и наступила теплая погода. Чтобы, наконец-таки, розы у нас, да, расцвели как следует. И пионы никак расцвести не могут, стоят все в бутонах. Мало того, ирисы страдают от прохладной такой дождливой погоды. Ну, в общем, вот такая у нас погода в Подмосковье, друзья. И когда меня спрашивают, как вы поливаете свой сад, ну, вот представьте, что нам его поливать практически и не надо. Единственное, наверное, кто радуется у нас дождю, это хосты неплохо переносят дождливую погоду. Вот, пожалуйста, смотрите, как они раскинули свои огромные листья. Вот, туи, я смотрю, тоже соскучились, видно, по дождям, по поливу. Прямо так активно идут в рост. Так, ну, собственно говоря, если у вас есть еще сибирские ирисы, а еще лучше японские ирисы, то они тоже любят дождливую погоду. Но, друзья, про ирисы я уже начала снимать для вас видео. Так как ирисы все распускаются в разное время, вот, видео выйдет чуть-чуть попозже. Хочу заснять все ирисы в своем саду. Вот, кстати говоря, луки, пожалуйста. Про луки у меня есть видео на канале, в прошлом году я его снимала. Вот этот лук очень красиво цветет. Это шнит-лук. Он, кстати говоря, съедобный, его есть можно. Он очень вкусный. Он не горький, он такой нежный лук. И его можно кушать. Крематис прямо стоячий. Набирает тоже уже бутончики, цветоносики вот у него. Он низенький, он невысокий. Он буквально уже скоро будет свисти. Субтитры сделал DimaTorzok свои колонны. Вот так они у него получились. Сверху мы поставили вот такие красивые цветочницы, друзья мои, которые мне сделал в подарок Юрия из Саратова. Но, вы знаете, я вот все долго не показывала вам их, потому что Юрий сказал, что у него нет второй печи. Боится, что будет много заказов от вас к нему, как в случае с японским фонарем в прошлом году. И он меня просил немножко подождать. Ну вот, вы знаете, я уже не знаю, как мне обходить эти цветочницы стороной. В общем, контакты Юрия я в любом случае дам вам в описании под этим видео и в первом комментарии. Да, ну я думаю, что вы подождете и встанете в очередь. Потому что вещи он делает действительно потрясающе красивые, качественные. Это шамотная глина, друзья. На самом деле вещи из шамотной глины, вот изделия, они смотрятся очень красиво и имеют вид таких вот, знаете, под старину действительно. Но единственное, чего боится шамотная глина, в ней нельзя, чтобы застаивалась вода. Именно вот в ней, в самой цветочницы, да, они могут стоять у нас на улице, так как там проделаны дренажные отверстия, и вся вода выходит из них. Но если, например, это будет какая-то ваза, потому что у Юрия и ваза есть прекрасная, у меня, например, очень красивая ваза напольная, которую я тоже получила от него в подарок за такое большое количество заказов, которые он получил после моего видео. Вот, я совершенно не планировала его рекламировать, но вы все-таки его нашли, да, по моим контактам. Юрий Саратов, Ярмарка Мастеров. В общем-то, кто хотел, все нашли. И нашли огромное количество народу. И вот он мне еще в подарок прислал потрясающую вазу. Ну, сказал, что в нее нельзя наливать воду, то есть надо что-то ставить, какой-то там подвазник, скажем так. А все вещи из шамотной глины можно летом держать на улице, как в случае с японским фонарем, но надо обязательно на зиму заносить домой. Вот такие дела, друзья. Контакты оставлю. Ну, я надеюсь, что вы встанете в очередь к Юрию и подождете, вот, пока у него появится вторая печь. По крайней мере, будете знать, где заказать такие потрясающие вещи. Вот, по совершенно таким доступным ценам. я бы вам хотела сказать. Музыка Так, Паш, ну надежно упакованы, да? Да и вообще просто обалдеть, я не знаю. Замечательная упаковка. Все пришло без каких-либо вообще изъянов. Вот уже второй горшок разворачиваем. Буян тоже хочет поучаствовать. Буян Ничего не обходится без Буяна, да? Скажи, что это вы привезли тут. Я это еще не обнюхал. Какая красота, девочки! Потрясающе! Потрясающе! Вот так вот. В целости и сохранности, да? Вот как умеют перевозить сейчас. Так что не переживайте, отличная грузоперевозка дойдет без проблем. Вот такая даже хрупкая вещь. Ну, не такая уж она и хрупкая, но все-таки это глина. Это же не пластика. Вот в целости и сохранности. Все замечательно. Субтитры создавал DimaTorzok И хочу обратить ваше внимание, как красиво цветут ирисы, друзья. Вот уже я вам сказала, что про ирисы я снимаю в видео. Посмотрите. У меня очень много красивых, необычных сортов. Очень много. И вот они начинают расцветать. Но вот дождь, друзья, и такая вот ненастная, прохладная погода, они очень сильно мешают ирисам распускаться и свести так, как они должны. И даже вот, видите, листья уже у некоторых сортов ирисов поразились грибковым заболеванием. Кстати говоря, не все сорта ирисов, они вот поражаются. Некоторые очень стойкие. Это как и с розами. Тут все зависит непосредственно от сорта. Ну и самый первый, самый ранний пион в моем саду уже распустился. Посмотрите. Ну, конечно, не в полном роспуску. Он только начал распускаться. Когда он распускается, здесь не видно даже листвы. Попросила, друзья, Пашу, он вот сделал вот такие поддерживающие стоечки. Но на самом деле, под этот пион, Паш, можно было и не делать, потому что он очень хорошо держится. Очень хорошо. Он такой крепкий. У него крепкие цветоносые. И, в принципе, это не обязательно. А вот некоторые сорта пионов, ну, как правило, это высокорослые сорта. И есть такие сорта, которые прям распадаются. Вот я вам сейчас покажу. Некоторые пионы прям Пашу очень хорошо подвязал. Ну, а этот, вон, просто, в общем-то, не требует такой поддержки. Ну, смотрите, какой красивый, какой яркий. И вот уже он расцветает вместе с ирисами. Мне кажется, прям сочетается красиво в этом цветнике. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну, и смотрите, пришла вам показать еще два куста больших, красивых, белых пионов. И вот там тоже сверху попытаюсь встать вот сюда, чтобы вам показать. Паша сделал вот такую поддержку из сетки. И вот в прошлом году я тоже думала, друзья, как же мне их подвязать. Потому что прям распадались от дождя, все были пионы на земле. Вот. Ну, и, в принципе, вот такая сеточка хорошо держит. Хотя я даже думаю, что можно было как-то две повыше немножко поднять. Но на самом деле уже куст держится хорошо. Иначе, я думаю, они все были бы у нас где-то уже на земле. И посмотрите, какой красивый у меня здесь, друзья, ирис. Вообще нереальный красавец. Это ирис среднерослый, бородатый. И у него необыкновенно красивые лепестки, нижние лепестки. Да, фоллы. Они называются у них одного цвета. Верхние стандарты такие светлые, очень красивые. Но про ирисы, друзья, буду рассказывать все. Вам расскажу, что такое фоллы, что такое стандарты, что такое бородатые ирисы. Это бородатый ирис. Здесь бородка есть. Как их отличить от небородатых? Но бородатые ирисы, они красивые, но очень капризные, друзья. Подвержены грибковым заболеваниям, не любят у нас прохладную, дождливую погоду. Но я не могу отказаться от них в своем саду. Вот, кстати говоря, если хотите, ирисы неприхотливые, лучше сибирские сажайте. Их даже пересаживать не надо. Вот эти ирисы надо у нас периодически рассаживать. Раз там в 4 года надо делить, а то будет плохо цвести. А посадите, если сибирские, вообще про них забудете, будут прекрасно цвести. И моя хотелка, друзья, которую я в прошлом году купила уже на распродажу в октябре месяце. Это у нас скумпия кожевенная, именно красная. И вот она тоже готовится расцветать. Она цветет необыкновенно красивым облаком. Друзья, я жду, не дождусь, когда она расцветет. Я вам честно говорю, у меня еще есть такая же зеленая. Я в том году все-таки 2 приобрела. И красную, и зеленую. Но зеленая, она низенькая. А здесь прям такой саженец уже был взрослый. Кстати говоря, зеленая тоже готовится расцветать. Но вот я жду, не дождусь, почему-то красную. Мне очень красная. Хочется как посмотреть, как будет цвести. И, друзья мои, в ногах ясколка, она сейчас паникла от дождя. Ой, ну какая же она была красивая, когда вот дождя не было. Это облако белых цветов было. И очень разрастается плотным ковром. И если вам надо где-то засадить какой-то неприглядный участок, вот высаживайте ясколку. Она, конечно, агрессор, но агрессор, такой, знаете, при желании от нее очень легко избавиться. У нее поверхностная корневая система легко очень избавляться. Кстати говоря, про ясколку на моем канале есть отдельное видео, ссылку я вам дам. И вот сейчас, ну, из-за дождя нет возможности показать всю красоту, как красиво цветки вот эти вот свели здесь, немножко паникли, но все равно красиво. Я думаю, вы масштаб уже представляете. Так, ну и, друзья мои, несколько помидоров, которые, томатов, да, правильно сказать, которые мы высадили с Пашей на улицу, 4 штуки у меня оставалось, и вот они здесь у меня расположились. Вот у одного немножечко листики как-то свернулись при посадке, но сейчас он вроде выправился, но остальные так вообще хорошо. Слушай, Паша, а тоже цветочки? Вот, кстати, говорят, что томаты на улице очень хорошо растут, я слышала. Они не подвержены вот всяким, всякого рода грибковым заболеванием, то есть всякой разной фитофторе, вот она на них не нападает. Ну и вот здесь у меня, друзья, разбивается новый участочек, да, такой, вот немножко хочу вам показать, тут как раз хосты высаживала, вам уже показывала, вот так в рядочек у меня будут спиреи, ирисы, опять-таки, да, что, дельфиниумы я туда высадила, которые в том году семенами высевала, и вот они у меня на рассадочной грядке были. Ну и, в общем, немножко пытаюсь облагораживать эту территорию. Ну и, друзья, у нас идет дождь, все усиливается и усиливается, пора сворачивать нам свои съемки, потому что, на самом деле, погода ненастная, друзья. И сейчас я покажу вам некоторые моменты из наших, из нашей жизни, немножко другие дни, когда я обрабатывала дорожку, выставляла свои цветочные кашпо, Паша еще буяну будку делал. В общем, друзья, оставайтесь с нами в этом видео. вас ждет еще много интересного. И, друзья, наши домашние дела не закончены, они продолжаются. И дела не только у нас. Не знаю, слышно или нет, но соседний участок окашивают, работает косилка. И сейчас я хотела вот эту дорожку, которая у нас смонтирована из плитки. Давным-давно дорожку делали, друзья, лет 15 назад. И, конечно же, трава прорастает сквозь песчаную подстилку, прорастает между плитчиками трава. И я обычно раз в месяц прохожу с ее, ну, каким-нибудь средством от сорняков. Вот сейчас купила торнадо. В принципе, метод действенный, потому что руками вытащить эти серняки просто невозможно. Дорожка приобретает такой некрасивый, достаточно неопрятный вид. Ну, и я вот обычно ничего лучше не нахожу, как использовать вот такое средство. Ну, у меня обычно хватает вот литра воды на эту дорожку. Главное иметь хороший опрыскиватель, чтобы было полегче опрыскивать. Размешиваем, собственно говоря, и сейчас обработаю. И буквально надо вот обрабатывать в солнечную погоду сорняки, и чтобы потом не было дождя, желательно в этот день. И со временем обычно хватает недели, чтобы сорняки все пожелтели и исчезли. Слушайте, друзья, Паша, у Буяна ремонт будки, что ли? Расскажи. Ничего себе. Не будки, а жилья. Жилья? Коттедж. Да, Буя? Скажи, это мой коттедж. Ничего себе. Иди на место. Иди скорее. Это ты что это ему решил так? Чего? Не хочешь на место? Иди, иди на место. Зайди. Не знает, как заходить теперь в новый дом. Все знает. Ложись. Иди на место. Буя, иди на место. Иди на место. На место, на место, на место. Давай. Давай, ложись там, полежи. Ну-ка, ложись. Ложись. Покажи, как ты там лежишь. А? Вот. Вот так. Молодец. Все тебе удобно? А? Удобно это? Не царапает? Да, я вот это вот думаю, Паше, ему неудобно будет. Ну, если бы ему неудобно, он бы не лежал, я думаю. Как ты думаешь? В общем, вот такой дом, новый Буяна. Паша зачем-то взялся обивать его будку вот таким сайдингом. Какие-то остатки были, да, Паша? У меня оставалось просто там, да, четыре листа с кусочками. Вот, я его решил пусти. А началось это с того, что я начал разбираться в гараже. И сразу нашлось много ненужных. И весь хлам решил пообрасывать. Ну, вообще... А что самое интересное, что... Ох, ну, клетка. Что он и здесь ее, видите, как обделал с внешней стороны. И вот здесь я прошу Пашу сделать, вот чуть-чуть загородить, чтобы не летела солома от него на цветы. У меня здесь рядом цветник. У меня уже есть. У меня уже есть тоже остаток. Прямо под цвет. Уже крашеная. Коричневая. Да, и уже поэтому я думаю вот сюда ее плететь. По высоте, Паш, боюсь, только будет маловато, нет? Ну, а что он там забирает? Ну, вот это вот, видишь, флорост. Солома летит вся. что она будет подниматься? Ну, если он будет, если падать немножко, когда он выходит, трясется. Стук специально, да, выкидывать как-то. если он трясется, это надо его полностью закрыть. нет, полностью не надо. Давай, да, вот так пока попробуем. вот так его мы сделаем и посмотрим, что у нас будет. Но потом, если что, придется увеличить. Буян, тебе нравится новое жилье? А, расскажи. Конечно, нравится. Хороший парень. Ну, вот так вот. Ну, и с момента того, как я обработала дорожку, прошло дня 4, мне кажется, не больше. Ну, и смотрите, уже значительно лучше. Вот эта травка, в которой я попадала, да, жидкостью на нее, вот посмотрите, она пожелтела. И вот буквально, еще несколько дней, и она пожелтет окончательно. Вот не надо ее вырывать, сейчас пытаться. Вот вы уже на нее побрызгали, да, в общем-то, до корня все дойдет, и трава исчезнет. И поэтому можно, все, дорожку обработали, легко ставить сюда кашпо. Кашпо у меня много. Я прям от души в этом году насажала. Уверена, что опять не буду писать в комментариях, что не надо кашпо, уберите кашпо. Вот. Но, друзья, не могу отказаться от кашпо. Можно все выставить, единственный момент. Вот у нас, Паша, он связан с тем, что когда я ставлю вот на эту плитку свои кашпо с цветами, приходят муравьи, потому что у нас под плиткой основание песочное. Многие спрашивают, какое основание. Друзья, ну, как и полагается, под плиткой песочек. Но что плохо, приходят муравьи, и вот под этими горшками начинают организовывать муравейники. Я периодически их переставляю, но все равно дорожку они портят, и вот кое-где она вот так вот немножечко у нас уже неровная стала. Но мы в будущем с Пашей хотим эту дорожку все замостить камнем, природным плитником, если, да, наши мечты и желания сбудутся, то мы в любом случае будем ее переделывать. Поэтому можно кашпо и поставить. Цветочки уже, в принципе, подросли, в тенечке акклиматизировались, и можно идти уже переносить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Паш, получается? Ну, почему нет? Пленочку надо подрать. Все. Видишь, как я уже начал? Вот так. Ну, я просто работаю на два фронта. За мной еще и шашлык. Поэтому, не знаю, я еще туда смотрю и здесь делаю. Смотри за Буяном. Он шашлык унюхал. Что за Буяном? Конечно. Он не сводит глаз с шашлыка. Он за ним охотится. Да, Буян? Ну, дадим, дадим тебе кусочек. Дадим кусочек. Да, хороший парень. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА